Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяны Молокова. Сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности директора бюджетного учреждения лесопожарной службы Минприроды Чувашии Александр Тихонов. Александр, здравствуйте! Здравствуйте! Александр, ну вот буквально три дня, как у нас в Чувашии стоит жаркая погода, но все равно постановление, которое было подписано еще в конце мая, о том, что в Чувашии установлен особый пожароопасный режим, оно сохраняется? Да, это на сегодняшний день полностью сохраняется. Так как у нас в июне месяце, хотя и вышли осадки, то что это не означает, что можно посещать леса республики. Так как у нас был класс пожарной опасности по постилке четвертый, пятый класс, это означает высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Из-за этого мы как бы ездим, патрулируем в леса, соответственно, также людей ознакомливаем распоряжениями кабинета мистеров. Очень много людей, те, которые есть в интернете, не пользуются интернетом, скажем, они не знают насчет этого распоряжения. Мы, соответственно, как бы подъезжаем, предупреждаем насчет этого. Уже люди, те, которые очень понимающие, они сворачиваются и уезжают. Ну, запрет запретом, но люди же все равно, наверное, ездят в леса, посещают леса. Есть такие нарушители, соответственно. Мы специально в Заволожье и по территории Чувашской республики тоже так же. Общей численностью около 30 аншлагов, можно сказать, больших стендов вывешили то, что о запрете посещения лесов Чувашской республики. Ну, людям, наверное, не запретишь, все равно посещают. Ну, народ, да, вот, есть, соответственно, они приходят. Многие, кто-то понимающие, они сразу же, как только нас видят, кто-то выезжает, сразу же они понимают то, что запрет, естественно, должно быть так. Вот недавно тоже вот Заволожье совместно, есть телевидение, также выезжали вот с полиции, останавливали, многих предупреждали, в буклетике специально раздавали то, что агитация по правилам пожарной безопасности, то, что насчет штрафов объясняли. Очень много людей понимают вот это, и многие согласны с этим, чтобы не допустить пожаров 2010 года, очень приветствуют вот это все, даже распоряжение кабинета министров, и сворачиваются, и уезжают. Ну, наверное, в данной ситуации не только нужно запрещать, но и в то же время как-то воспитывать людей, да, вы проводите какие-то вот мероприятия, там, рекламу какую-то размещаете. Да, соответственно, у нас на радио, так же говорится, на телевидении, так же, бегущая строка имеется, то, что на территории Чувашьей республики введен запрет в леса. Ну, Заволжье, наверное, вообще самая опасная, но самая привлекательная зона отдыха для чебоксарцев в основном. Это в основном, да. Так как Заволжье у нас находится вблизи города, соответственно, там за выходные дни мы зафиксировали совместно с работниками полиции ГИБДД Чувашьей республики от двух до двух с половиной тысяч машин. Заезжает это в пятницу, в субботу вот так, и, соответственно, выезжает тоже так же в воскресенье. Скажите, а за это время, вот за выходные какие-то пожары, возгорания фиксируются в Заволжье? Вот у нас с начала пожароопасного сезона в этом году три возгорания было на территории 0,86 гектара. Ну, соответственно, так как у нас люди работают очень хорошо, совместно с лесничными выезжали, среагировали быстро, и смогли потушить на ранней стадии пожары. Насколько я помню, это было не Заволжье, это, по-моему, был Аллатрский район, да, когда с железной дорогой что-то связано было? А с железной дорогой тоже связано, и это в Аллатрском районе. На территории Пресурского заповедника это было, там у нас 4 возгорания было, соответственно. Ну, там уже совместно МЧС, лесопожарная служба, лесники, Пресурский заповедник, все совместно как бы провели активную работу и растушили очаг возгорания. Тем более, что это на территории заповедника было. Да. Александр, расскажите, а чем занимается лесопожарная служба? Как вы комплектованы? Какова ваша основная деятельность? Наша основная деятельность – охрана лесов от пожара. Ну, самое главное, мы должны своевременно обнаружить и затушить очаг возгорания уже в начальной стадии. Мы не должны его дать распространение. Также у нас парк автоцерн, автотракторная техника имеется, это 56 единиц автоцерны, 21 единица лесопатрульных комплексов. Также 20 единиц колесных тракторов, 4 гусеничных и 1 бульдозер. Также у нас на территории заложья находятся два квадроцикла, можно сказать. На них мы патрулируем, выезжаем постоянно. То, что труднодоступных мест очень много в лесу, на машинах, на патрульных машинах не заезжаешь там. Вот мы на этих квадроциклах практически выезжаем, патрулируем, много людей это видят. Мы тоже так же приветствуем. Ну, техника, техника. Сколько человек работают в вашей структуре? Ну, на сегодняшний день у нас 89 человек по штату и плюс еще 47 человек временных рабочих принято. На летний сезон? На летний сезон, да, на пожароопасный сезон. Ну, вот также эти же люди у нас следят за пожарной опасностью на вышках, так как они у нас по всей республике 28 штук имеются. То, что они стоят, это очень большую пользу для нас. Они весь световой день стоят и наблюдают леса. Прекрасная работа, стоять и наблюдать за лесами и смотреть вдали. Ну, это да, точка. Александр, расскажите, пожалуйста, вот есть какие-то прогнозы, долгосрочные, может быть, прогнозы, потому что весной пугали, что лето 14-го будет таким же засушливым, как лето 10-го года, пугали пожарами, задымленностью. Есть ли какие-нибудь прогнозы, каким будет оставшиеся лет, оставшиеся два месяца? Ну, как говорится, насчет этого у нас такой точный прогноз не могу дать, но все равно, пока у нас жара стоит и поселка пока сухая, влажность небольшая только идет. Мы поэтому четвертый класс у нас на сегодняшний день, класс пожарной опасности, мы поэтому никак не можем гарантировать то, что лето может быть таким безопасным. И просим людей как бы не ездить в леса, не разжигать кастры. Ну, и давайте дадим тогда советы. Все-таки людей мало что остановят, все равно поедут в выходные за Волжье. Может быть, какие-то советы есть, как себя вести? Так как распоряжение не имеется у нас, даже вот людям советуем, разжигать кастры полностью запрещено, в мангалах запрещено, вот, ну, если так, можно на пляже, вот, просто если едут на... Основно на базу отдыха приезжают, сейчас уже в последнее время начали, вот, лучше ездить в базу отдыха или на пляж на отдых. Ну, на сегодняшний день в лесах как бы не советуем. Ну, и в любом случае, связь-то, наверное, телефонная имеется, звонить... Телефонная, да, связь у нас имеется. Принимать меры какие-то, да. Спасибо большое, Александр. Напомню, что сегодня у нас в гостях был исполняющий обязанности директора лесопожарной службы Минприроды Чуваш, Александр Тихонов. Мы говорили о летнем пожароопасном сезоне. Спасибо за внимание, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова